приветствую вас еще раз я во первых хочу всех поблагодарить сегодня у меня 50-летие но так вышло что 50-летие я встречаю ситуации под угрозой арестов на этот раз домашнего ареста потому что после того как суд судья лариса цокол судья первой инстанции печерского суда написала очень четко в своем решении что дело против меня фейковое что доказать доказательств реально нет что они плод фантазии что там очень много несуразности и не соответствует прокуратура не успокоилась потому что такое было задание и завтра они с более подконтрольным судом апелляционы хотят меня посадить под домашний арест а это означает что я не смогу с вами общаться вести политическую деятельность напрямую общаться с людьми ходить по улицам киева и более того оттуда меня легче экстрадировать по заказу путина уже грузинского российскому олигарху крупнейших частного акционер газпрома грузию по тем обвинениям которые не признавала никогда украина которые не признают соединенные штаты европы я хочу к вам обратиться к нашим сторонникам просто к людям которым неравнодушна страна я мог последнем последнем месте его по первых я могу не прижать украину я без проблем могу ехать в любую европейскую страну без проблем но я решил и для себя остаться здесь потому что я верю будущее украине я верю что все эти трудности они временны я верю что у нас все получится но завтра для того чтобы мы я смог это продолжать эту борьбу мне нужно ваше присутствие у операционного суда это на соломике соломинская тарая это высокое здание такая она еще называется свеча простонародного среди народа и и там я хочу чтобы вы были большом количестве я упрошу чтобы были большом количестве я не могу этого требовать потому что судьи и все кто хочет меня несправедливо закрыть они должны знать что люди их живого принято не верят мы победим коррупцию стране мы поменяем страну мы построим великую украину мы сможем прорвать эту плотину лжи и олигархата но завтра не надо им давать возможность меня закрывать завтра там будут представители и евросоюза дипломатических миссий соединенных штатов и других стран будет мировая пресса но мне нужны вы мне нужны вы точно так же как мне вы нужны были когда меня похищали из дома кстати лариса цокол написала что это было похищение и умер реально меня задержали незаконно то есть она подтвердила что люди были правы когда меня освобождали и вообще-то юридически нет прецедента чтобы апелляционный суд раз отменял решение суда первой институции в этой стране при этом беспределе при это организован преступной группировки к сожалению все возможно и они пойдут на полный беспредел если вас там не будет нормальных странах я изучал уголовно-процессуального права и украины других стран это теоретически даже невозможно украине киеве возможно и такой у них завтра приказы инструкция так что давайте поможем друг другу еще один раз дайте мне возможность помогите мне что я помог украине я остаюсь с вами дайте мне возможность оставаться с вами до встречи завтра на 21 утра у апелляционного суда города киева очень на вас надеюсь